МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судили в ходе первого открытого форума прокуратуры. Он прошел в Наринмаре. Открытый форум призван стать качественно новым механизмом для укрепления правозащитной функции прокуратуры как приоритетной и повышения ее эффективности. В обсуждении актуальной темы приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных советов и общественной палаты Нинецкого округа, а также депутатского корпуса. Соблюдение жилищных прав граждан. Эта тема легла в основу первого открытого форума прокуратуры. Говорить о ее актуальности не приходится. Каждый из нас ежедневно сталкивается с проблемами жилищно-коммунального характера. Нарушение законодательства допускается во всех сферах жилищного правоотношения, начиная от постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, представление жилых помещений, строительство жилья и заканчивая ненадлежащим исполнением своих обязанностей управляющими организациями, должностными лицами и контролирующих органов. Всего в рассматриваемой сфере правоотношений прокуратуры за полтора прошедших года выявлено практически четыре нарушения закона. Кроме того, в сфере ЖКХ прокуратура округа выявляет факты противоправного распоряжения финансами нарушения порядка ценообразования на коммунальные услуги. В настоящее время прокуратурой региона ведется активная работа с органами государственной и муниципальной власти региона по взысканию задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате проведенной работы за обозначенный мной период выявлено в данной сфере 300 нарушений закона, внесено 31 представление об их устранении, судами удовлетворено 56 исковых заявлений, были предостережены 68 должностных лиц и по материалам проверок было возложено 3 уголовных дела. Сломить ситуацию намерен и Минстрой России. В настоящее время ведется работа по переходу на заключение договоров между потребителями и ресурсниками, минуя управляющие компании. Это предложение поддерживают и в Ненецком округе. Как предложение, основные мероприятия, которые мы предлагаем с своей стороны, в которых направление надвижности, это первое в части сокращения задолженности и работа с управляющими компаниями, это необходимо, наверное, вводить в систему расчепления платежей, которую сейчас активно мы реализуем на базе Ненецком округа компании. Надо сказать, что мы недавно посещали всяческий съезд капитального ремонта в Москве. Данные вопросы там поднимались. Надо сказать, что проблема связана с задолженностью. Она, в принципе, во всех регионах и в целом, скажем так, есть регион Курск, Брянск, которые жалуют, что реально растут платежи, и в этом направлении надо как-то двигаться. Двигаться в работе с управляющими компаниями необходимо еще в одном направлении. Речь идет о содержании общего имущества собственников в многоквартирных домах. Анализ поступающих в прокуратуру округа жалов граждан показал, что более 50% от них связано именно с ненадлежащей работой и управляющих организаций. При этом лицензирование их деятельности значимых результатов не принесло. Более того, процедура лицензирования не только привела к сокращению количества управляющих организаций, стабилизации данного сегмента предпринимательской деятельности, но в конечном итоге снизила качество оказываемых им услуг. Здесь, отметил Андрей Панов, необходимо установить контроль за деятельностью управляющих организаций и инициировать внесение соответствующих изменений в федеральное законодательство. Усилить работу, по мнению прокуратуры округа, нужно и органам жилищного контроля. Им необходимо своевременно и качественно подходить к рассмотрению заявлений граждан и устранению выявленных нарушений. Сейчас приведу показательный пример, который есть и сейчас жалобы рассматриваются в прокуратуре округа. Надействуя администрация городского округа города Нарьенмар, которая, несмотря на имеющееся решение суда о признании договора социального найма, не только не переселяет гражданина из расселенного в 2000-м году дома, но и потребовала сейчас от него покинуть, занимаемую жилплощадь. Вот данные действия чиновников, наверное, не выдерживают никакой критики в данном случае. По окончании проверки прокуратурой округа будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, а нерадивые чиновники будут привлечены к самой строжайшей дисциплинарной ответственности. Вопрос переселения граждан из жилья, признанного непригодным для проживания, один из самых острых. Сейчас в Ненецком округе 117 домов, признаны аварийными и подлежащими сносу. 40 из них находятся в Заполярном районе. Несмотря на то, что дома аварийные, люди в них продолжают жить. Решение данной проблемы в активизации строительной деятельности. В этом году в округе планируется ввести в эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров жилья. Между тем, нерешенной остается проблема по сносу расселенных домов. Они представляют особую угрозу. Только в сентябре в расселенных домах произошло три пожара. Всего в этом году зарегистрировано возгорание в семи ветхих строениях. По данным фактам прокуратуры округа в 2016 году в суд Наринмара направлено четыре исковых заявления об обязании Управления городского хозяйства снести расселенные дома. Одно из заявлений уже рассмотрено, а дом в результате снесен. Все поступившие предложения в ходе первого открытого форума прокуратуры будут использованы в дальнейшей работе ведомства совместно с общественными институтами. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Жители многоквартирных домов смогут самостоятельно проверять качество капитального ремонта. Например, правильно ли поменяли кровлю и плотно ли заделали швы в стенах. До конца года Минстрой выпустит специальную пошаговую инструкцию для жильцов, с помощью которой они смогут определить огрехи ремонтников. В пособии будут присутствовать советы, как проверить качество капремонта по каждому виду работ. Например, плотность швов в стенах можно будет проверить с помощью обычной банковской карты. Если она пролезает в щель на 50% от своей длины, значит работа выполнена не на совесть. И можно требовать у регионального оператора проведения работы над ошибками. В Минстрое понимают, что это осложнит жизнь подрядчикам, ведь им придется более ответственно относиться к своей работе. Но это сделает программу капремонта более прозрачной для жильцов. И еще один шаг в этом направлении. С 2017 года Минстрой обяжет региональных операторов более детально отчитываться о работах, проведенных в доме. Помимо сметы и актовыполненных работ на своем сайте, региональный оператор должен будет выкладывать фотоотчет для жильцов из серии «Было-стало». Всего по итогам 2016 года должно быть отремонтировано более 40 тысяч многоквартирных домов. На территории поселка Искателей запланировано строительство канализационных сетей, которые должны решить проблему жителей с водоотведением в домах. В целом, проект улучшит качество жизни поселка. Значимый для региона проект требует серьезных финансовых вложений. Поэтому для его реализации окружные власти планируют привлечь инвесторов. Поселковые канализационные сети могут быть построены на принципах государственно-частного партнерства. Новые очистные сооружения в поселке Искателей производительностью 2,5 тысячи кубометров в сутки планируется ввести в эксплуатацию в мае следующего года. Очистные сооружения позволят обеспечить потребности искателей в очистке и задать новый импульс жилищного строительства в этом микрорайоне. Объект возводится в рамках окружной программы по обеспечению населения НАУ чистой водой. Его строительство обойдется региону в сумму порядка 400 миллионов рублей. Ферма для беспривезного содержания скота в Коткино и молочно-товарная ферма в поселке Красное. В регионе появятся сразу два сельскохозяйственных объекта. Ненецкий округ получил высокую оценку по управлению региональными финансами. Оценку качества ежегодно проводит Минфин России по нескольким показателям. Оценка качества характеризует следующие аспекты управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации. Бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление государственным долгом, финансовое взаимоотношение с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, прозрачность бюджетного процесса. По итогам мониторинга оценки качества управления региональными финансами в 2015 году, проводимого Министерством финансов РФ, Нюнинский округ признан субъектом РФ с высоким качеством управления региональными финансами. Ферма для беспривезного содержания скота в Коткино и молочно-товарная ферма в поселке Красное. В регионе появятся сразу два сельскохозяйственных объекта, которые позволят увеличить объемы производства молока и, как следствие, заполнить внутренний рынок продукции собственного производства. Об этом речь шла на экспертном совете по импортозамещению. Оба объекта финансируются за счет собственных средств. Ферма для беспривезного содержания скота из ПК «Сула» в Коткино будет построена в октябре следующего года. Общая сметная стоимость проекта – 270 миллионов рублей. В настоящее время на объекте уже сделан фундамент, поставлены металлоконструкции и стены. По словам Олега Белака, строительство фермы в Коткино позитивно скажется на продовольственном рынке. Увеличатся объемы производства молока и мяса, расширится ассортимент продукции. Второй объект капитального строительства у нас – это молочно-товарная ферма на 100 голов СПК «Харп», это поселок Красное. Здесь сумма инвестиций на порядок меньше – 30 миллионов рублей. Тем не менее, нужно отдать должное руководителю и самому хозяйству, что нашли возможное, посчитали необходимым проводить данное мероприятие. Срок реализации до конца этого года. В настоящее время выполнено на 70% работы, финансирование на 40%. Ну и ожидаемый результат – это у нас в первую очередь повышение объема выпуска молочной продукции. Строительство новых агропромышленных объектов позволит хозяйствам также сократить затраты на производство молочной продукции. Существенно снизить затраты планирует и Нуринморский авиаотряд. По словам Валерия Стопчука, экономия произойдет за счет более дешевого топлива, на котором летают новые самолеты ТВС-2МС. Один из них уже совершил первый коммерческий рейс. При одинаковом САН-2 расходе топлива, керосинт, которым заправляют ТВС-2МС, стоит в три раза дешевле импортного авиационного бензина. Каждый час полета на новых воздушных судах происходит с экономией порядка 12 тысяч рублей. К сожалению, на первоначальном этапе себестоимость летного часа не уменьшится в связи с вводом в эксплуатацию, переучением персонала, в связи с тем, что приходится привлекать сторонних специалистов. И, скажем так, при том, что импортозамещение произошло по топливу, двигатель все-таки американский, но с хорошим ресурсом, поэтому на первоначальном этапе, конечно, снижения себестоимости летного часа не будет. Но после того, как лизинговые платежи будут выплачены, я думаю, что реальный эффект получит не только предприятие, но и округ, так как это будет уменьшение выделяемых субсидий на пассажирские перевозки. По словам Валерия Стопчука, летают ТВС-2МС быстрее, чем Аннушки, а также в новых самолетах значительно теплее. Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. Сотрудники ГИБДД рассказали детям о правилах поведения на дороге. 350 жителей Ненецкого округа станут участниками большого этнографического диктанта. Всероссийская просветительская акция пройдет в Ненецком округе и во всей стране в единый день, 4 октября в 11.00. Первый этнографический диктант в нашем округе напишут жители семи муниципальных образований. Участникам необходимо будет ответить на 30 вопросов. На решение задания организаторы Всероссийской акции выделят 45 минут. Участниками диктанта могут стать все жители НАУ, владеющие русским языком в возрасте от 15 лет. Предполагается, что мероприятие позволит оценить уровень этнографической грамотности жителей страны, а также привлечет внимание к этнографии как к науке. Результаты Всероссийского этнографического синхронного тестирования будут подведены ко Дню народного единства 4 ноября 2016 года. В настоящее время в округе формируется команда общественных деятелей, краеведов и ученых региона, которые озвучат задание этнографического диктанта в единый день его проведения. Вопросы по проведению Всероссийской просветительской акции в Неницком округе жители региона могут задать региональному координатору в Департаменте региональной политики НАУ. Координаторы проведения диктанта появились также на базе 8 пунктов проведения синхронного этнографического тестирования в Наринмарском социально-гуманитарном колледже, в Неницкой средней школе имени Пырерки, в средних школах поселка Пискатели, Красная, Индига, Каратайка, сел Несь и Ома. Мероприятие проводится в рамках года народного единства, объявленного губернатором Неницкого округа. В эти дни в Санкт-Петербурге Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств участников СНГ совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации проводят 6-й международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». В рамках конгресса во всех регионах проводится «Неделя безопасности», включающая в себя различные акции, мероприятия и конкурсы. Преподаватели третьей школы вместе с сотрудниками ГИБДД решили через театральную игру показать важность безопасности на дорогах. Сюжет в этой сказке не хуже детектива Конан Дойля о Шерлоке Хомсе. Совершено дерзкое ограбление в самом оживленном месте. На лесной опушке украден светофор. Все лесное царство отправляется на поиски главного атрибута безопасности. Артисты и ребята из театральной студии «Отражение» Дома детского творчества также жились в роль, что впечатлили своей игрой зрителей – учеников третьей школы. Очень интересно. А что интересно? Мне очень понравилось, как леса украла светофор. И когда фильм вставал, он сломал дерево. А как ты думаешь, ты пришел себе, ты думаешь, важно знать правила дорожного движения? Да. А почему? Чтобы вдруг не врезаться в машину. А что ты пожелаешь своим ребятам, например, твоим ровесникам, которые не соблюдают правила дорожного движения? Я им посоветую, чтобы они начали соблюдать правила дорожного движения, а то мало ли что. Как медведь уснул и как колеса украла светофор. А как ты думаешь, почему так важно знать правила дорожного движения? Потому что если их не знать, то можно попасть в аварию. Я хожу на зеленый цепет, не когда еду по зябре на велосипеде, я всегда слезаю. И предупреждаю других, если, например, не видят какой цвет, то я их предупреждаю, что стоять, идти. А других это пожелать людей? Да. Мне понравился больше этот медведь, потому что потом начал говорить «Спал, спал, 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 спал». Еще соба понравилась. После просмотра этой театральной постановки, уверен Александр Павлинов, представитель ГИБДД, третиклассники играть на дорогах точно не будут. Тем более, что перед спектаклем ученикам начальной школы Александр Александрович еще раз напомнил о правилах безопасности на проезжей части. Безопасность пешеходов именно в качестве как детей, что они тоже обязаны знать правила дорожного движения, как должны переходить в проезжую часть, как идти в школу, как себя вести рядом с проезжей частью. Также объясню, что перевозка детей в транспортных средствах обязательно должна быть только в детских удерживающих устройствах. То есть, чтобы они родителям подсказали, чтобы они им купили детские удерживающие устройства и побеспокоились о их безопасности. Позаботились о безопасности детей и руководство школы. Скоро в рамках недели безопасности малышей ждет еще одно познавательное мероприятие. Также у нас в рамках этой акции в пятницу для ребят первых классов, вот у нас уже ежегодная такая акция, тоже сотрудники ГИБДД приходят и проводят экскурсию по улицам города. Как раз у нас здесь находится очень сложный пешеходный переход, перекресток, да, и вот сотрудники ГИБДД рассказывают, как надо правильно переходить, как надо правильно добраться до дома. Спектакль «Кто украл светофор», который сорвал бурные овации, прошел вечером. А уже утром около другого образовательного учреждения школы имени Пырерки расцвели безопасные ромашки. Поэтому мы собираемся из Дома детского творчества, ребята, которые ходят на ЮИД, идти и спрашивать у водителей, как лучше усовершенствовать право дорожного движения, чтобы не случалось ДТП, потому что из-за этого очень много людей умирает из-за ДТП. ЮИД – это юные инспектора дорожного движения. В Доме детского творчества это объединение работы с 2013 года. На занятиях ребята поздают все секреты дорожной азбуки, учатся лихо ездить на велосипедах, быть грамотными пешеходами и воспитанными водителями в будущем. Сегодня у юных инспекторов особая миссия. ЮИДовцы у нас подготовили ромашку, как символ жизни, не только семьи и любви, но и как символ жизни. И отправятся на улицы, кого встретят и зададут вопросы, что они делают для того, чтобы дорога соответствовала безопасности и символу жизни. Эта акция, по словам Светланы Фроловой, проходит в рамках Всероссийской детской эстафеты безопасности – «Дорога – символ жизни», по итогам которой юные инспектора дорожного движения соберут целое поле ромашек с ответами и пожеланиями неравнодушных к проблемам безопасности на дорогах людей. ЮИДовцы свой ромашковый опрос решили начать с нашей съемочной группы. Взяв не только нарисованный цветок, но и инициативу в свои руки, несколько вопросов по правилам безопасности на дороге задала одна из активисток движения Виктория Плешенкова. Как вам можно обращаться? Любовь. Любовь. Как вы думаете, почему случается дотяга на дорогах? Я думаю, потому что, наверное, наши водители не всегда соблюдают правила дорожного движения. Назовите три ключевых слова на дорогу. Внимание, безопасность и соблюдение правил дорожного движения. Что конкретно вы можете сделать для них? Что конкретно? Ну, я не буду провоцировать ДТП, я буду ходить сюда на пешеходном переходе, переходить, да, и только на зеленый цвет. Клятвенно пообещав в будущем не нарушать правила дорожного движения, на одном из лепестков от нашей телерадиокомпании мы оставили пожелание всем окружным водителям в надежде, что когда-нибудь проезжая часть вместо опасного объекта превратится в дорогу жизни. На этом все. Далее прогноз погоды.